Между тем, все жизнеобеспечивающие службы в Алданском районе готовятся к пропуску паводковых вод. Лучше предусмотреть самое сложное развитие событий, чем оказаться неготовым к чрезвычайной ситуации. Этот принцип определяет то особое внимание, которое уделяется хвостохранилищу поселка Лебединый. Подробности далее. По эксплуатационной дороге, бегущей вдоль Лебединского хвостохранилища, машины ходят часто. Все жизнеобеспечивающие службы готовятся к пропуску паводковых вод, и хвостохранилищу уделяется особое внимание. Майским днем на объект прибыли представители Алданского комитета охраны природы и Ростехнадзора. Попытались сейчас проехать на новое хвостохранилище, дамбу, чтобы посмотреть. Ну и, как видите, нам это не удалось. Поэтому подрядная организация сейчас в спешном порядке будет осуществлять зачистку дороги повторно. Лебединская золотоизвлекательная фабрика была ликвидирована в 1996 году. О большой промышленности сегодня напоминают лишь руины. Хвостохранилище является собой потенциальную угрозу экологической катастрофы. Если воды выйдут из берегов, их попадание в реку Большой Куранах неизбежно. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций разработан детальный план действий, основой которого является слаженность действий спасательных, природоохранных и социальных структур. Исполнительная дирекция уже многолетний опыт показывает, всегда готовится к самому страшному сценарию развития событий. Поэтому, если пройдет все хорошо, мы будем только рады. В этом году предусмотрели круглосуточное дежурство и техники, и специалистов. Поэтому надеемся, что все будет хорошо. Прохождение паводковых вод отнюдь не будет означать прекращение деятельности на Лебединском хвостохранилище. В 2017-м запланирован ряд ремонтных работ на дамбах.